МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девушка по имени Судьба. А также Луису Кулиок. Авторы сценария Гильермо Глаук, Хуан Марин и Марии Виктория Менис. В главных ролях Вивиана Саконе, Норберто Диас, Роберто Ибаниес, Juan Vitalи, Cecilia Maresca, Alfredo Iglesias, Noemi Morelli и другие. В фильме также снималась Вирхиния Элаго. Художник-постановщик Рубен Греко. Музыка Серхио Вильяра и Марсела Альвареса. 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 Режиссер Форхе Монтерро. Музыка Серхио Вильяра и Марсела Альвареса. Виктория! Виктория! Мама! 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 Иногда оказаться один на один с прошлым нелегко. Гораздо труднее, чем можно ожидать. Ты чувствуешь себя готовым к этому? Кто-то подсказывает мне, что да. Думаю, да. Отдохните теперь, мама. Боже мой. Вам очень нужно отдохнуть, бедняжка. Отдыхайте, а мы... Мы будем рядом. Бедная Камила, дочь моя. Мамочка! Мама! Сколько я должна вам рассказать? Прошло так много времени, мамочка. Так много времени. Возьми, дорогая. Сейчас нет. Сейчас не надо отдохнуть. Пожалуйста, оставь меня одну. Пожалуйста. Прошу тебя. Мама! Мамочка! Мама! Камила! Успокойся, дорогая. Прошу тебя. Перестань. Пойдем со мной. Держись, Камила. Ты должна постараться успокоиться. Иначе, вместо того, чтобы помочь маме, ты только расстроишь ее. Это очень трудно, тетя. Моя мама жива. Понимаете, моя мама жива. Она, вероятно, много перенесла. Я знаю. Но видеть тебя здесь, сейчас... Ей очень нелегко. Пожалуйста, дорогая, постарайся успокоиться. Скоро у тебя будет время поговорить с ней. Скоро? Конечно, скоро. Ей только надо собраться с силами. И тебе тоже. Пойдем, моя дорогая. Ну, давай же. Пойдем. Помоги мне, Господи. Помоги. Отец. Да, тебе что-нибудь нужно? Мне нет. Но мне кажется, что вам необходимо, чтобы кто-нибудь был рядом с вами. Вы очень нервничаете. Могу помочь вам? Спасибо, сынок. Но как ты это сделаешь? Никто не может помочь мне, когда прошлое так грубо вламывается в мою жизнь. Я прекрасно понимаю вас. И, может быть, вы тоже поймете причину того, почему я хочу уехать отсюда. Прошлое всегда возвращается. Всегда. Не понимаю тебя, Августа. Ты сравниваешь такие разные вещи. Говоришь так, будто несчастный... Катриэль... Вот-вот может войти в эту дверь. Почему ты говоришь так? Армандо прав, малышка. Мы должны научиться жить. И снова верить в будущее. Правильно? Доченька. А что, если мы с тобой поселимся в этом городе? Тебе нравится эта мысль? Здесь я смогу воспитать тебя так, как мечтаю. Так, как много лет назад Моя мать сумела Воспитать меня. Энрике. Энрике. Господи. Наконец-то снова Он. Он снова вошел в мою жизнь. Он здесь. И с Марией. Энрике. Ну и я здесь. И не позволю быть ему счастливым. С ней не позволю. Лучше увидеть его мертвым. Бедная Виктория. Глаза у нее были, как у мертвой. Она смотрела неподвижным, отсутствующим взглядом, смотрела на Энрике. Да, это правда. Мне кажется, она не очень была рада увидеть Камилу. Меня это тоже удивило. Она была какая-то странная. Странная? Точно. Именно так. Странное появление, странное поведение. Все странное. Кто знает, где она была все это время? Вы... Вы уже готовы, да? Итак, вы уезжаете. Да. Хорошо. Кажется, все бросают меня. Нет, не говорите так, пожалуйста. Вы прекрасно знаете, почему мы уезжаем. Давно этот шут и я хотим вступить на театральную сцену. И, наконец-то, нам предоставилась такая возможность. Мы не можем ее упустить. Я бы никогда вас ни о чем не спросила. Просто я привыкла, что вы здесь. Вот и все. Нам будет вас очень не хватать. Кстати, наш адрес. Вот он. Спасибо. Если будут новости, сообщите. Особенно, если будут новости от вашей подруги Марии. Нам бы очень хотелось знать, как у нее идут дела. Мне бы тоже. Но ведь с того дня, как она уехала отсюда, от нее нет никаких вестей. Мария отправилась искать свою дочь. Может быть, сейчас, в этот миг, они уже вместе. Кто знает. Что готовит человеку судьба. Разрешите? Скажу, посмотрю, готова ли повозка. Надо поторапливаться, Хуана. Иду, иду, уверяю тебя, дорогой. Хотела бы сказать, что желаю вам всех благ. Не беспокойтесь больше за Марию. Я уверена, что ваша подруга чувствует себя отлично. Наверное, сейчас она пытается наверстать упущенное время. Вы даже не можете себе представить, что может мать, которая хочет найти любимую дочь. Я себе это очень живо представляю. Я должна. Должна. Однако мне нужно... Должна найти. Никто. И никто не может отнять. Никто не может отнять у меня то, что принадлежит мне. Никто больше не будет играть мною. Мариана. Да? Камиле надо отдохнуть. Проводи ее в комнату. Нет. Мне хорошо. Все в порядке. Пойдем, дорогая. Тетя права. Ты должна поспать хотя бы несколько часов. Это было сильное потрясение. Но я хочу проснуться, когда мама придет к себе. Я должна поговорить с ней. Понимаешь, Мариана? Конечно, конечно. Ты еще вдоволь наговоришься с матерью. Иди, доченька. Тебе надо поспать хотя бы пару часов. Пойми, чем лучше ты отдохнешь, тем спокойнее будет ваша встреча. Хорошо. Но разбудите меня, когда мама придет в себя. Меня беспокоит реакция Виктории. Не думаю понять. Все же попытаемся объяснить ей. Все, что произошло. Виктория никогда не поймет наших доводов. Никогда не примирится с нашим браком. Наша сестра до сих пор любит тебя, Энрике. Потихоньку. Потихоньку. Так, снова отъезд. Как только малышке будет лучше, свернем все и уедем. Что поделаешь? Это наша судьба. Жизнь бродяг. Знаешь, друг, я думаю, что, наверное, мне лучше было бы остаться в Санта-Марии, чтобы воспитывать дочь. Что так вдруг? Ты же не хотел. Это из-за малышки. Мы все время в пути, нигде не останавливаемся. А если бы мы не оказались поблизости от Санта-Марии, то она бы не выжила. Да, правда. Если бы не лечение, которое она получила в этих местах, она, наверное, умерла бы. Вот, я и думаю, что было бы лучше нам остаться здесь. А я думал, что ты хочешь, чтобы малышка была циркачкой. Да, я был бы доволен. Но думаю, что она, как и всякие, имеет право сама выбирать свой жизненный путь. А я заново строить свою жизнь. Мария, ты ошибаешься по поводу Виктории. Это просто было большое волнение. Из-за встречи с прошлым. Очень своеобразным прошлым. Но с прошлым, с чем-то давно исчезнувшим. Понимаешь? Нет, Энрике, нет. Не думаю, что только это. Сегодня в ее взгляде было что-то такое, что выдало ее. Как светились в ее глазах, когда она смотрела на тебя. Не волнуйся, Мария. Я сейчас пойду и поговорю с твоей сестрой. Уверена, нас умеет понять и принять все. Виктория все поймет. И все разрешится наилучшим образом. Я не могу. Не могу этого сделать. Боже, почему? Почему у меня не стало сил и мужества? Сеньора. Виктория. Виктория, что вы хотите делать? Я думала, что смерть. Смерть? Смерть? Не могу поверить, сеньора. Вы решили умереть именно сейчас, когда нашли вашу дочь? Вы же ее нашли. Довольно, довольно. Оставьте меня. Виктория. Нет, Энрике. Я пойду. Я должна, наконец, поговорить с моей сестрой. Сейчас же. Больше ждать нельзя. Почему? Почему у меня не хватило сил сделать это? Виктория. Виктория. Я должна поговорить с тобой сейчас же. Я думаю, настал момент выяснить кое-что. Мы не можем больше откладывать. Мы должны поговорить. Это важно нам обоим. Виктория. Мы не можем больше жить вот так, терзая друг друга. Жить порознью. Ненавидя. Без надежды. Послушай, Виктория. Когда-то мы любили друг друга. И я хочу, чтобы ты снова поверила мне. Хочу, чтобы ты рассказала, что произошло с тобой за это время. И, наконец, хочу знать, почему ты появилась в этот вечер такая печальная, потерявшая надежду. По-твоему, это и я должна отдавать тебе отчет в том, что произошло, а не ты? Нет, это ты должна рассказать мне, что ты сделала со своей жизнью. И что сделала с моим домом. Надеюсь, ты сможешь объяснить присутствие Энрике. И этой циркачке. Хватит, Виктория. Хватит. Хватит. Думай о том, что говоришь. Потому что эта циркачка, Милагрос, моя дочь. Да, я признаю это. Меня беспокоит, что здесь, под одной крышей с моей дочерью, потому что я никогда не нравилась Виктории. Но сейчас все по-другому, Милагрос. Наша мать скажет, что ты ее дочь. И кое-что еще вероятно, что ты владелец этого дома, и она должна тебя уважать, и что она не может больше относиться к тебе с пренебрежением. Многое изменилось за это время. И Виктория должна принять, как факт, что и наша жизнь изменилась тоже. А если она не захочет? Между вами она не должна делать никакой разницы. Главное, что ты сейчас занимаешь важное место в семье и в наших сердцах. Об остальном можешь не беспокоиться. Виктория должна будет примириться с действительностью и похоронить навсегда свою злобу. Ты, должно быть, сошла с ума, Мария. Уверяю тебя, вовсе нет. Ах, нет? Только сумасшедшая может рассказывать всему свету такие истории. Гансала, это был плохой человек, но даже он не был способен на такую жестокость. Конечно, ты ведь его никогда не знала по-настоящему. Поэтому то, что я тебе рассказала, чистая правда. Он распорядился, чтобы моя дочь была убита. А на ее место в колыбель положили Лусию. Я хотела обо всем этом рассказать тебе раньше, когда мы встретились в доме Алла Сабли. Но в твоих глазах было столько ненависти. А почему ты об этом сейчас не говоришь? Разве ты не видишь в моих глазах ненависти? Думаю, пришел момент сказать правду. Полностью согласна. Вижу, что за время моего отсутствия многое изменилось. И полагаю, имею право требовать объяснений. Мне кажется, что есть и другие новости. Что-то еще изменилось за то время, пока меня здесь не было. Найти мою дочь Милакрос было бы достаточно, чтобы сделать меня счастливой. Но Господь был еще более милостив ко мне. Найти дочь – это было Божьим благословением. Но Господь позволил мне снова встретить Энрике. И наши мечты, наконец-то, осуществились. Виктория, ты прекрасно знаешь, что мы с Энрике не переставали любить друг друга. Хотя прошло много времени, всю жизнь. мы любили друг друга, и наша любовь не понравилась. Довольно, хватит. Не говори больше. Пожалуйста, Виктория, ты должна выслушать меня. Нет, 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 я не хочу тебя слушать. Это очень важно. Не хочу слушать, потому что из-за тебя начались все мои несчастья. Ты все у меня украла. Ты знаешь, что это неправда. Ты должна выслушать меня. Не хочу тебя слушать, Мария, не хочу тебя понимать. Виктория, подожди. Меня не прикасайся ко мне. Хватит. Понятно? Убирайся. Уходи. Слава Богу, Виктория этим не воспользовалась. Не могу даже представить, как ужасен был бы ее поступок. Да, это было бы ужасно, Эндрике. Ужасно. Камила бы не перенесла этого. Она и так потрясена тем, что мать жива. Не знаю, что бы она сделала. Да. Надо сделать так, чтобы Камила ничего не узнала. Потому что узнать, как твоя мать пыталась покончить с собой на глазах у всех это непереносимо. И надо так же последить за Викторией. Потому что, кто знает, не попытается ли она еще раз. Не беспокойтесь, Эндрике. Я буду смотреть. А что касается меня, то Камила никогда не узнает обо всем этом. Клянусь, я не могу забыть ее матери с пистолетом в руке. Не понимаю, почему Виктория хотела убить себя. Я думаю, что я знаю. Думаю, что из-за меня. Мария, что такое? Ради Бога. Что ты говоришь? Мария, почему ты плачешь? Плачу. Потому что моя сестра влюблена в человека, за которым я замужем. Мама, пожалуйста. Что с вами? Что произошло? Ничего, Камила. Нет. Ничего. Прошу вас, скажите правду. Я только вошла и слышу, как вы плачете. А потом говорите, что ничего не случилось. Мама, пожалуйста. Господь дал нам возможность вновь быть рядом, и мы должны этим воспользоваться. Должны все начать сначала, но в этот раз начать правильно. Мы должны въявить друг к другу. Всегда. Да. Малышка моя. Мама, заклинаю вас. Простите меня. Ради Бога, прошу, простите меня. Мне горько, что я поступала плохо. Что я доставляла вам неприятностей. Что ранила вас, не желая этого, мама. Нет, нет, не плачь, малышка моя. Довольна, довольна. Все хорошо, все хорошо. Это ты, Камила, должна простить меня за то, что я не смогла понять тебя, как следовало бы хорошей матери. За то, что не смогла помочь тебе, не была рядом, когда, словом, столько ошибок. А ведь наша жизнь, девочка, могла бы быть совершенно иной. Но сейчас все это уже не имеет никакого значения, моя дорогая. Не имеет. Неправда, мама, вы ошибаетесь. Это очень важно. Сейчас мы можем начать все сначала. Да, мы можем начать все сначала. Виктория влюблена в тебя, Энрике. Это так, я уверена. Виктория еще любит тебя. Мария, почему ты вбила себе в голову эту мысль? Почему ты не хочешь понять, любовь моя? Нет, это ты не хочешь понять, Энрике. Я точно передала слова моей сестры. Ее поведение и слова говорят о многом. А ты продолжаешь отрицать очевидное. Ну что ж, если все так, я поговорю с Викторией. Энрике, подожди. Прошу тебя. Не ходи. Не рань ее душу. Виктория любит тебя. Она не сможет понять. Мама. Ужайтесь. Вот увидите, все будет в порядке. Все будет хорошо. Как мы когда-то мечтали. Вы помните, когда я не знала о мире ничего, кроме моего пансиона. Но с тех пор столько произошло, я даже не знаю, с чего начать. Энрике. Энрике. Да. Я подумала именно о нем. Я подумала о моем отце. Наконец-то я нашла его. Что ты говоришь? Да, тетя Мария мне сказала всю правду. Сейчас я знаю, кто мой отец. Знаю. Энрике. Нет, Энрике не твой отец. Вовсе нет. Мама, что вы говорите? Я говорю правду. Я не знаю, кто из этих проклятых пьяниц, прошедших через мою кровать, был твоим отцом. Мама, что вы говорите? Правду, доченька. Это невозможно. Да. Нет, это невозможно. Именно так, и хорошо, что ты сейчас знаешь. Нет, неправда, я не верю, нет. Вы говорите неправду. Прошу тебя, ради всех святых, Камила. Жойте, это неправда, был мир. Камила. Лгунья. Лгунья. Мне нечего сказать тебе, Энрике. Сделаю то, что сделала моя дочь. Уйди из этой комнаты, исчезни. Как исчез много лет назад. Нет, Виктория. Знаешь, я не уйду. Прежде чем не поговорю с тобой о нашем прошлом, которое преследует нас в течение стольких лет. Я не хочу ни о чем говорить. Хочу только, чтобы ты ушел. Уходи. Давай возвращайся к своей жене. К женщине, которую любил. Всю жизнь. Виктория, давай же объяснимся. Прошу тебя. Уходи. Вон. Я сказала, убирайся. Я не так слепая и глупа, как ты думаешь. Как вы все думаете? Выслушай меня. Выслушай. Случилось очень многое за эти годы, Виктория. И мы не можем делать вид, что ничего не было. Как бы нам ни было тяжело, мы должны постараться поговорить. Это необходимо. Это нам нужно обоим. Это наше прошлое. Вот. Я принесла вам еще горячей воды. И эту синьориту, которая устала спать. Вот так сюрприз, наша дорогая малышка. Давай, синьорита, иди к папочке. Нет, 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 нет. Я совсем не хочу расставаться с ней. Не могу поверить, что эта красотка нас покидает. Так решил ее отец, и мы ничего не можем поделать? Можем. Мы тоже можем принять решение. Какое решение? Давай, говори. Я вас знаю, Мануэлла. Вы что-то задумали. И хотите поиграть на нашем любопытстве? Ничего подобного. Хотела только сказать, что в Санта-Марии есть большая площадь. Дела в городе идут хорошо. Будет много публики. Ну и что? Скажешь, наконец? Ну так вот. Почему бы нам не остаться в Санта-Марии, и не создать настоящую театральную труппу? Разве плохо? Ну что скажете? Она повторяла, что это правда, правда. Как будто это в порядке вещей. Ты понимаешь? Постарайся успокоиться. Не могу. Не понимаешь, не могу. Моя мама полностью потеряла рассудок. Не могу, Мариана, не могу. Не могу. Виктория, ты знаешь, что я всегда испытывал к тебе привязанность. Но знаешь также и то, что та ночь, что мы провели вместе, была большой ошибкой. Виктория, я не понимал, что делаю. В ту ночь я совершенно потерял себя. Обрел себя только много лет спустя. Пережив многое, потому что... Хватит, Энрике, хватит. Не говори ничего больше. Ни слова больше прошу тебя, потому что... Потому что в ту ночь я... Любила тебя. Любила всей душой. Как никого и никогда. Для меня это была вовсе не ошибка. Ни что-то, что можно забыть. Для меня... Это была Божья благодать. Я и сегодня благодарю за это Создателя. Как и много лет назад. Когда я узнала, что во мне растет твой ребенок. С тех пор я мечтала о тебе. Каждую ночь я видела тебя во сне. Вновь и вновь. Переживая ту ночь. Правда в том, что я люблю тебя. Очень люблю. Поэтому, когда я пришла сюда и увидела тебя рядом с Марией, рука об руку, услышала, что вы поженились... Нет, Виктория. Сейчас это не важно. Сейчас важно то, что ты собиралась сделать. И, слава Богу, не сделала я. Да, но я хотела. Довольно хватит. Ни слова больше. Мне нужна твоя помощь, Виктория. Я должен знать, как помочь тебе избавиться от чувств, которые, как ты говоришь, еще питаешь ко мне. Я бы все отдал, чтобы не видеть, как ты страдаешь, Виктория. Чтобы ты не мучила себя. Я отдал бы жизнь, чтобы помочь тебе. Нет, Энрике. Ты ничего не можешь сделать. Ничего. Так же, как не мог и тогда. Потому что ничто не помешало бы мне думать о тебе, мечтать, любить тебя. И даже если бы ты умер, я не перестала бы любить тебя. Это так. Во всяком случае, ты сделал выбор. и я знаю, что ничто не разрушит любовь, соединяющую вас. Ничто не в силах разрушить настоящую любовь, даже смерть. Ради всего святого, девочка моя, мужайся. Перестань плакать. Ну-ка, расскажи твоей Доминге, что такое страшное случилось с тобой? Моя сестра, Доминго, моя сестра. Да, дорогая, я поняла уже, что делаю в Виктории. Но что случилось? Объясни мне, пожалуйста. Виктория еще любит его. Виктория еще любит Энрике. Понимаешь, что это значит, что и на этот раз я ей мешаю быть счастливой. Боже мой. Боже мой. Я знаю, Энрике, что ты не можешь меня любить. Ты никогда не был моим. Та ночь была только иллюзией. Вся моя жизнь была только иллюзией. недостижимым сном, наполнившим меня злобой и ненавистью. Но я уже заплатила за это. Клянусь тебе, Энрике. Судьба жестоко заставила меня заплатить. Не только не позволила мне быть вместе с единственным человеком, которого я полюбила, но и вырвала у меня ребенка. Того ребенка плод моей любви, любви чистейшей. судьба убила нашего ребенка, Энрике. Убила страшно, как убивают животное. Она его убила. как? Мариано. Я думал, ты спишь. Не могу Как ни стараюсь, не могу ни секунды не думать Выбрось все это из головы, любовь моя Тебе надо отдохнуть Я знаю, что это невозможно, но я не могу Слова мамы раздаются у меня в голове, как грохот выстрелов Не придавай им такого значения Этим вздорным словам Твоя мать немного не в себе И не отвечает за свои слова Я уверен, когда она поправится, то скажет тебе всю правду Надеюсь, что какая бы ни была правда, она не заставит меня страдать, как я страдаю Сейчас Вот и все, Энрике Мне больше нечего добавить Такая вот я Нет больше никаких тайн Я такая, какой ты меня видишь Без надежд, без будущего И ничто больше не связывает нас с тобой Только боль За жизни, которая не смогла расцвесть Значит Ты это сказала Камилле И поэтому она выбежала отсюда вся в слезах? Да Да Да, это У меня не осталось сил, Энрике Верь мне У меня нет сил лгать больше Я больше не могу обманывать Это тяжкий крест, который я несу всю жизнь Я чувствую, что должна рассказать другим о моих тайнах и страданиях Мне нужно открыть всем правду Как бы это ни было больно Поэтому я и говорила с моей дочерью Рискую, что она откажется от меня и будет меня презирать Значит, это правда Так значит Камилла, это Твоя дочь Да Это так, Энрике Ты даже не представляешь Как бы мне хотелось И дальше обманывать Но я не могу Не могу больше Я подвожу итог И тут не может быть места для лжи Правда, Энрике Правда в том, что Наш ребенок умер Плод моей единственной ночи любви Его нет Все сделано, Катриэль Говорите, все сделано Не знаю, о чем идет речь, но вы выглядите вполне довольный Я говорила с Арманда и сумела убедить его Чудесно, Мануэла Чудесно Значит, есть уже и актеры Для постановки моей новой пьесы Как? Новая пьеса, Катриэль? Да Это был сюрприз Я пишу о жизни моей матери Значит, наш сын Виктория Наш ребенок Умер Боже мой Это ужасно Но почему судьба Так жестока к тебе? За что столько страданий? За что? За что? Знаю, что моя сестра сейчас страдает Я хотела бы сделать для нее что-нибудь Чтобы облегчить ее страдания и боль Нет, девочка моя Никто не поможет твоей сестре Никто Только она сама Полюбить человека Который ей не ответил взаимностью Да Однако Я должна сделать для нее что-нибудь Если бы я могла выбросить из сердца эту любовь Любовь, которая приносит мне счастье и боль Ведь именно она Причина всех страданий Виктории Если бы ты смогла выбросить из сердца любовь То твой несчастный муж умер бы от боли Потому что никто на свете не сумел бы утешить его Какое мучение Как это больно Сколько страданий выпало на твою долю, Виктория Всеми брошенная И такая одинокая Субтитры создавал DimaTorzok